Усечённый конус Усечённый конус на плоскости Решим задачи на нахождение элементов усечённого конуса Усечённый конус широко используем в повседневной жизни Например, в быту ведро и цветочный горшок, имеющий форму усечённого конуса Табуретка, на котором сидят львы в цирке Часть моркови, действующий вулкан и свет фонарика Имеет также форму усечённого конуса И в архитектуре Возьмём произвольный конус Проведём секущую плоскость Перпендикулярно к оси и параллельно основанию Данная плоскость разделит конус на две части Верхняя часть представляет собой конус Нижняя называется усечённым конусом Усечённый конус называется круговым, если в основании круг Если конус является прямым, то усечённый конус тоже является прямым В основном мы будем рассматривать усечённый прямой конус Ось конуса также будет являться осью усечённого конуса Основание конуса и круг, полученный в сечении данного конуса Называются основаниями усечённого конуса А отрезок, соединяющий их центры, называется высотой усечённого конуса Часть конической поверхности, ограничивающая усечённый конус Называется боковой поверхностью Отрезки, образующие коническую поверхность Называются образующими усечённого конуса Все усечённые конусы, все образующие усечённого конуса равны друг другу Дадим определение усечённого конуса Усечённым конусом называется часть конуса Заключённая между основанием и сечением параллельно основанию Усечённый конус может быть получен вращением прямоугольной трапеции Вокруг меньше боковой стороны На рисунке изображён усечённый конус Получен вращением прямоугольной трапеции АВСД Вокруг меньше боковой стороны СД Перпендикулярное основание ВС и АД При вращении наклона боковой стороны трапеции АВ Образуем боковую поверхность усечённого конуса При вращении основания трапеции ВС и АД Образуем основание усечённого конуса Где СД это высота АВ образующая ВС и АД радиус основания усечённого конуса Рассмотрим сечение усечённого конуса Первый рисунок Осевое сечение Секущая плоскость Проходит через ось усечённого конуса И сечением является равнобедренная трапеция Второй рисунок Наклонное сечение Секущая плоскость Не перпендикулярна к оси усечённого конуса И сечением является равнобедренная трапеция Следующий рисунок Горизонтальное сечение Секущая плоскость Перпендикулярна к оси И сечением является круг Следующий рисунок Наклонное сечение секущая плоскость не перпендикулярна к оси усеченного конуса и имеет не более одной точки с основаниями. И сечением является эллипс. Если боковую поверхность усеченного конуса разрезать по образующей и развернуть на плоскость и добавить основание усеченного конуса, то фигура называется разверткой усеченного конуса. Рассмотрим задачи на нахождение элементов усеченного конуса. Задача. Найдите образующую усеченного конуса, если радиусы основания равны 3 см и 6 см, а высота равна 4 см. Нам известно радиус верхнего основания равный 3 см, радиус нижнего основания равный 6 см, высота равна 4 см, и нам нужно найти образующую. Сначала рассмотрим прямоугольную трапецию ОО1СД, где О1С, ОД являются основаниями трапеции и радиусами основания усеченного конуса. Тогда мы сможем найти ДК, равный разности радиусов нижнего основания и верхнего основания. ДК равен разности 6 и 3 и равен 3 см. Рассмотрим треугольник СДК. Треугольник является прямоугольным, так как СК является высотой усеченного конуса. По теореме Пифагора мы сможем найти образующую. Квадрат образующий равен сумме квадратов высоты и ДК. Тогда образующая равна квадратный корень из суммы квадратов 4 и 3 и равной квадратный корень суммы 16 и 9 и равной квадратный корень 25 равной 5 см. Мы нашли образующий усеченного конуса равный 5 см. Рассмотрим следующую задачу. Радиусы основания усеченного конуса равны 5 см и 11 см. А образующая равна 10 см. Нам нужно найти высоту усеченного конуса и площадь осевого сечения. Нам известно. Радиус верхнего основания равный 5 см. Радиус нижнего основания равный 11 см. Образующая равна 10 см. Нам нужно найти высоту и площадь сечения. Рассмотрим прямоугольную трапецию ОО1СД. Из предыдущей задачи мы знаем, ДК равен разности радиусов нижнего основания и верхнего основания. Тогда ДК равен разности 11 и 5 и равен 6 см. Рассмотрим треугольник СДК. Треугольник прямоугольный, так как СК является высотой усеченного конуса. Найдем высоту по теореме Пифагора. Квадрат высоты равен разности квадратов, образующей ИДК. Тогда высота равна квадратный корень разности квадратов 10 и 6, равных квадратный корень разности 100 и 36, равных квадратный корень из 64 и равных 8 см. АБЦД – осевое сечение и является равнобедренной трапецией. Площадь сечения равна площади трапеции и равна полусумме оснований, умноженная на высоту. Где А равен удвоенному радиусу и равен 10. Б равен удвоенному радиусу нижнего основания и равен 22. Подставив известные значения, получаем площадь сечения равна полусумме 10 и 22 и умноженная на 8. И площадь осевого сечения равна 128 см в квадрате. Мы нашли высоту усеченного конуса равная 8 и площадь осевого сечения равная 128 см в квадрате. Рассмотрим следующую задачу. Радиусы основания усеченного конуса равны 3 см и 6 см, а образующая равна 5 см. Найдите угол наклона, образующий к плоскости основания. Нам известно радиус верхнего основания равный 3 см, радиус нижнего основания равный 6 см, образующая равна 5 см. И нам нужно найти угол φ между образующей и радиусом основания. Сначала рассмотрим прямоугольную трапецию ОО1ЦД. И найдем ДК. ДК равен разности радиусов нижнего основания и верхнего основания. И ДК равен разности 6 и 3 и равной 3 см. ДК равна 3 см. Рассмотрим треугольник СДК, треугольник прямоугольный, так как СК является высотой усеченного конуса. Величина угла φ равен углу СДК. Найдем косинус угла φ по определению. Косинус острого угла прямоугольного треугольника равен отношению прилежащего катета гипотенузе. Тогда косинус φ равен ДК, деленное на образующую. Подставив известное значение, у нас получится 3 пятых. Величина угла φ равна аркосинусу 3 пятых и равна 53 градусам. Мы нашли угол наклона, образующий к основанию, равный 53 градусам. Рассмотрим следующую задачу. Радиусы основания усеченного конуса относятся как 1 к 3. Образующая составляет с плоскостью. Угол равный 45 градусам. Высота равна 4. Найдите площадь основания. Нам известно, что радиусы относятся как 1 к 3. Высота равна 4. Угол φ равен 45. Нам нужно найти площади верхнего основания и площадь нижнего основания. Рассмотрим треугольник СДК. Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90 градусам. Если угол С равен 45, то угол Д тоже будет равен 45. Значит, треугольник СДК равнобедренный прямоугольный треугольник. ДК равен ЦК и равен 4. Радиус нижнего основания равен ОК плюс ДК и равен ОК плюс 4. Радиус верхнего основания равен ОК. Нам известно, что радиусы относятся как 1 к 3. Тогда радиус нижнего основания равен утроенному радиусу верхнего основания. Тогда радиус нижнего основания равен сумме радиусов верхнего основания и 4. Но мы знаем, что радиус нижнего основания равен 3 радиусам верхнего основания. 2r равен 4 и r равен 2. Радиус верхнего основания равен 2. Радиус нижнего основания равен утроенному радиусу верхнего основания и равен 6. Площадь основания вычисляется по формуле πr в квадрат Тогда площадь верхнего основания равен π, умноженное на 2 в квадрате и равное 4π Площадь нижнего основания вычисляется по формуле π, умноженное на 6 в квадрате и равное 36π Мы с вами нашли площади основания усеченного конуса равной 4π и 36π Сегодня на уроке узнали определение усеченного конуса и его элементов Изобразили усеченный конус на плоскости Решили задачи на нахождение элементов усеченного конуса На этом урок завершен. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин